МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. И с тех пор отмечается всем мировым сообществом ежегодно. Каждый раз этот праздник проходит под разным девизом. Определяется тематика Дня охраны окружающей среды и место проведения его основных мероприятий. Этот праздник призван пробудить в каждом из нас желание активно заботиться об окружающей нас среде. Ведь природа — наш общий дом. Мы не должны допустить, чтобы возрастающая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической отметки. Тема празднования Всемирного дня окружающей среды в 2020 году — сохранение биоразнообразия. Призывает бороться с нарастающей утратой видов и деградацией природы мира. Один миллион растений и животных находятся под угрозой исчезновения в основном из-за деятельности человека. Всемирный день окружающей среды, проводимый в этом году Колумбии и Германии, настоятельно призывает переосмыслить развитие наших экономических систем и их влияние на окружающую среду. Это те проблемы, которые мир не может упускать из виду даже в период пандемии коронавируса и продолжающегося климатического кризиса. Колумбия — одна из самых богатых биоразнообразием стран в мире, куда входят 3,5 тысячи видов орхидей и 19% всех птиц мира. Ее сохранение правительство страны признает национальным приоритетом. Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают и российские экологи, подчеркивая тем самым особую значимость профессиональной деятельности государственных природоохранных учреждений всех уровней, неправительственных экологических организаций. Вопросы охраны окружающей среды относятся к приоритетным вопросам политической, экономической и общественной жизни России, являясь одной из задач национальной безопасности. Право граждан нашей страны на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации. 5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции, который исполняется 302 года. В Санкт-Петербурге в 1715 году была учреждена полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что 5 июня 1718 года указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера, начальника Главной полицмейстерской канцелярии. Кроме того, был издан руководящий документ по должности. Пункты – данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру, в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в государстве российском. Это событие и легло в основание сегодняшней памятной даты. За более чем 300-летнюю историю своего существования российская полиция не раз реформировалась. К началу 20 века представляла собой хорошо отлаженный механизм поддержания общественного порядка и уголовного сыска, в котором трудились высококвалифицированные специалисты. В России выросла целая плеяда блестящих сыщиков, чьи имена до революции были весьма известны в обществе. Овны. Вероятные удачные совпадения, какие-то приятные сюрпризы. День обещает перемены к лучшему в личных отношениях. Можно проявлять инициативу, она наверняка получит поддержку. Тельцы. Можно во многом преуспеть, достичь поставленных целей. Не исключены хорошие новости и неожиданные предложения, от которых не захочется отказываться. Близнецы. День будет благоприятным и принесет немало интересных событий. Очень острая интуиция. Вы не допустите ошибок, если будете прислушиваться к ее подсказкам. Раки. Вы правильно расставляете приоритеты, понимаете, чем нужно заняться немедленно, а что можно отложить на потом. Будет возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, и вы ее не упустите. Львы. Вас ждет интересный день. Он преподнесет немало приятных сюрпризов. Не исключено, что появятся новые идеи, и вы сможете воплотить их в жизнь, не откладывая. Девы. В первой половине дня постарайтесь завершить то, что начали раньше. Иначе новые заботы и задачи помешают вам сделать это. Чем меньше вас будут отвлекать, тем лучших результатов вы добьетесь. Весы. Непростой день. Вероятность рабочих конфликтов очень велика. Вы стараетесь отстаивать свою точку зрения, но не всегда сохраняете спокойствие и порой переходите на личности. Скорпионы. Смело беритесь за новые дела. Вы быстро добьетесь нужных результатов. Не исключены выгодные сделки и покупки. Там, где дело касается денег, вы не допускаете ошибок. Стрельцы. Вас ждет насыщенный день. Дело забот окажется больше, чем вы ожидали. Каждая минута будет на счету. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Козероги. Споры не исключены, но в ваших силах вести их конструктивно, не переходя на личности. Могут напомнить о себе давние соперники, люди, которые уже не раз усложняли вам жизнь. Водолей. День проходит относительно спокойно, но не слишком плодотворно. Некоторые дела придется отложить на потом, хотя вы предпочли бы заняться ими немедленно. Рыбы. Сегодня вы сможете сделать много хорошего для окружающих. Но и о себе не забудьте. Многим рыбам свойственна завидная изобретательность. Они находят неожиданный выход из трудного положения, принимают оригинальные, но верные решения там, где другие растерялись бы. Хорошо, когда все хорошо. Когда радуешься новому дню, чувствуешь внутри себя гармонию и огромный запас душевных сил. И вроде бы все прекрасно. Погода, отношения, есть цели и желания, стремление добиться чего-то и получать удовольствие от жизни. Но в жизни каждого случается что-то непредвиденное, к чему человек не был готов. Не стоит негодовать и злиться, ведь многие сложности вполне преодолимы. Стоит лишь в них разобраться. Если произошла неприятность, конечно, время вспять не повернуть. Но может, стоит посмотреть на ситуацию под другим углом и попробовать найти в этих обстоятельствах плюсы. Выпишите на листочке бумаги все положительные и отрицательные стороны ситуации. Распишите, что будете делать в самом худшем случае. И этот план со всеми плюсами, минусами и действиями станет вашей опорой, если что-то плохое в самом деле произойдет. Ну а из минусов полезно научиться извлекать позитивные составляющие. Например, вы боитесь потерять работу. Задайте себе вопрос, что самое плохое произойдет, если я все-таки ее потеряю? Рассмотрите все пугающие вас варианты. Я останусь ни с чем, мне грозит разорение, как мне существовать. Подумайте, насколько оправданы эти страхи. Может ли действительно потеря именно этого места работы привести к таким последствиям? А может, вы наоборот раскроете свои таланты в другом направлении и станете еще успешнее? Как правило, негативные мысли от нерешенных проблем. Все просто. Если проблема решаема, то решите ее и тем самым избавьте себя от плохих мыслей. Если же ее решение не зависит от вас, то примите это. Например, уже более двух месяцев мы находимся в режиме самоизоляции. Многие к этому отнеслись негативно. Заточение в четырех стенах, нет возможности зарабатывать, бытовые ссоры. Для того, чтобы не сорваться в глубокую депрессию, стоит пересмотреть свое отношение к сложившейся ситуации. За это время появилась возможность заняться тем, на что в привычной жизни никогда не хватало времени. Например, саморазвитием. Больше времени проводить с близкими и детьми, сэкономить на транспортных расходах и шопинге, да и просто выспаться в конце концов. Нельзя просто стать неунывающим оптимистом с понедельника, но научиться быть счастливым возможно, пусть далеко и не сразу. Помните, что счастье в нас самих, в мелочах и во всем, что нас окружает. Каждый день старайтесь искать положительные моменты даже в отрицательных ситуациях. Извлекайте максимум пользы из всего, что преподносит вам жизнь.